Рубят вес, ловят рыбу, дошло до коммунальных предприятий. На последней сессии районного совета через колено по главам депутатов практически за ответственность отдаётся коммунальная стоимость громад. Кому обращаться, мне тяжело сказать. Обращаться к голове районной администрации, кто сам в этом участвует, так как и депутат. Обращаться к голове районного совета на этот вопрос не очень популярный ответ. Не понравится громаде, он и пересмотрит все решения. Или обращаться к главному врачу ЦПЖД, который сам подумает, какой ценизм человек, дважды этот вопрос не проходит, он поднимает вопросы. И эти разы, для того, чтобы отдать свою территорию участки больницы, как можно на больше, до 32-го года, и как можно подешевле. В какой смысл и как будет дальше развиваться больше тяжело. Мы пробуем с этим бороться, но я хочу просто нашу СМИ, чтобы они нас поддержали в этом, чтобы это все проходило, я как, про СМИ, честно, чтобы наши романы не обматывали. Потому что если мы идем дальше, то эти громады, которые образуются у нас в Калашинском городе, им нет ни мужского имущества. Мы все раздадим за рак. Чтобы вы поняли, какие это суммы, на вашем самый плохой пример. Все знают, что в больнице есть отличный пёс. Вот один отличный пёс, который в другом году улетит на стендах. Он на аренду платит 25 тысяч рублей, в больнице. Ну, не нормально. Рядом через 10 метров, на бочке мост платит 250 гривен. Сомните сумму. Решили навести порядок, попадали на аренду. Телефер, у вас был на территории 250 гривен. От 1500, но до лоркописла, до 32-го года. И вот здесь, в Кисарх, в таких объектах очень боя. Средний попыль не видит. Ну, голосование, наверное, у нас был честно проводил. Глава районной рады сам решает. Ну, давай, кого-то давай. По бюджетным мангостам, поверьте мне, не дали слова даже голове бюджетной комиссии.